Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет! С вами снова говорящая Чихуахуа Софи Это выпуск для девочек Дорогие мои, сегодня речь пойдет о течке И не просто так, у меня у самой она началась и не в первый раз, так как мне уже 3 года И я решила рассказать о ней подробно и вам, мои друзья А также в конце дать кое-какие советы по уходу за вашей девочкой во время течки Итак, первое, что такое течка? На самом деле это момент готовности собачки продолжить рот, который сопровождается различными изменениями в организме и поведении Специалисты называют течкой особое психофизическое состояние животного, которое предшествует спариванию Итак, течка у собаки является одним из очень важных для нее периодов жизни Второе, когда появляется течка? То, когда у собаки начнется первая течка, во многом зависит от порода и размера собаки Организм каждой собачки индивидуален, поэтому период полового созревания может варьироваться У большинства собак течка начинается с 6-12 месячного возраста У маленьких собак течка начинается с 6-7 месячного возраста А вот у собак крупных пород чаще в 12-18 месяцев Третье, как часто происходит течка? Частота повторения течки в среднем 2 раза в год с интервалом примерно 6-7 месяцев Если течки слишком частые или наоборот редкие, необходимо обратиться к ветеринару Частота появления полового цикла также зависит от породы, размера и возраста собаки Четвертое, первая течка Первая течка у собаки порой становится неожиданностью и для самой собачки и часто бывает короткой В это время девочка ваша может перестать есть и стать очень нервной Также одним из симптомов начала периода течки может быть линька Как правило, собачка становится непослушной, активной и очень подвижной Однако, в каком бы возрасте ни началась первая течка у вашей собаки Следует знать, что для зачатия, вынашивания и скармливания здорового потомства собака должна достичь зрелости Как правило, физиологическая зрелость наступает к 2-м годам Опять же, учитывайте это, если вы планируете вязки и разведение щенков Пятое, как определить течку и поведение во время течки? В большинстве случаев вы сможете безошибочно определить, когда начинается течка по поведению собачки Поведение вашей девочки во время половой охоты часто изменяется не в лучшую сторону Сперва она начинает все чаще проситься на улицу, не допускает к себе кобелей На прогулках начинает принюхиваться, метить территорию, а иногда даже скрести землю Если живет дома, то пахучей лужицы она делает дома Становится непослушной, перевозбужденной, слишком игривой И может проявлять агрессию по отношению к другим собакам У нее увеличивается аппетит, мочеиспускание становится более частым Набухает петля и другие изменения в характере в зависимости от собачки Со временем она станет немного спокойнее во время течки, но и тогда можно ожидать некоторых изменений на этот период Шестое, сколько длится течка у собаки Первое появление капель крови отмечается как начало течки Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, полностью необходимо хоть немного знать о процессах, протекающих в организме вашей собачке во время течки Итак, репродуктивный цикл собачки проходит в несколько этапов Как правило, у маленьких собак различных пород видимая течка длится 21 день Она начинается с момента появления выделения и заканчивается, когда собачка перестает интересоваться кабелями и даже их отпугивает Первый этап, проэструс или предтечка Он длится 6-9 дней Проявляется он в темных кровянистых выделениях Петля собачки выглядит припухшей В этот период собака привлекает кобелей, которые чувствуют запах веществ под названием феромоны, выделяемых ею с мочой Но она еще не готова к вязке У нее проявляется агрессивность к посторонним сукам, возбуждение и игривость И она заигрывает с кобелями, при этом не допуская их Второй этап, эструс, овуляция и готовность к вязке Второй этап длится от 4 до 12 дней Во время второй фазы собака активно привлекает кобелей, при прикосновении сзади отводит в сторону хвост и поднимает таз Собака готова к спариванию и начинает допускать к себе кобелей Овуляция, как правило, наступает в течение первых двух дней этого этапа Но к спариванию собака готова в течение нескольких суток Выделение приобретает бежеватый оттенок, иногда до бесцветного, и их становится значительно меньше У некоторых собак их может почти не быть Третий этап, метээструс Эта фаза длится от 60 до 105 дней На третьей фазе происходит восстановление всех естественных процессов организма Собака не допускает к себе кобелей В организме повышается содержание гормона беременности, прогестерона Если была вязка, то все в норме и собака начинает вынашивать щенков Но нюанс в том, что этот гормон вырабатывается вне зависимости от того, состоялась вязка или нет И это приводит к тому, что в некоторых случаях у собак наступает ложная беременность Налаживается гормональный фон и идет восстановление нормального функционирования организма Поэтому заканчивается видимая часть стечки примерно через 10 дней Про то, как не допустить ложную беременность, я расскажу чуть позже Четвертый этап. Анеэструс. Это этап между очередными течками Длится примерно 100-150 дней. Это этап полового покоя В этот период времени собака восстанавливает организм, пополняет запас витаминов и микроэлементов Готовясь к следующему эстральному половому циклу Теперь, имея представление о жизни организма собаки, мы можем ответить на вопрос Сколько же длится течка? Течка у собаки длится от 70 до 127 дней Это срок полного завершения полового цикла В действительности же, видимая нам часть цикла течки составляет от 21 до 32 дней Седьмое. Как правильно вести себя во время течки Есть несколько основных моментов Помните, не переусердствуйте Ведите себя как обычно Не нужно демонстрировать вашей девочке, что что-то не так Больше заботиться или наоборот отказывать во внимании То же самое и с едой Не жалейте вашу собачку, кормите как обычно Иначе все это может привести к ложной беременности А ложная беременность это очень большой стресс для вашей собачки, ее организма и ее психики А также Выгуливать собаку следует аккуратно и на поводке И в прямом смысле слова не спускать с нее глаз Избегайте в этот период посещения мест скопления собак Особенно кобелей Не рекомендуется также разрешать вашей собачке купаться в открытых водоемах В это время она наиболее уязвима для инфекции Кроме того, не стоит забывать, что собака после течки ослаблена И нуждается в усиленном питании и всех микроэлементах Если ваша собачка не чистюля И недостаточно хорошо себя вылизывает То можно дополнительно ее подмывать Многие собаки слизывают за собой капельки крови, которые попадают на пол Но вы не пугайтесь, это нормально В случае, если кроме суки в доме есть еще и кобель, как у нас с Эйвеном Лучше большую часть времени находиться раздельно, чтобы не нервировать обоих Особенно, если вы не хотите впоследствии детишек Также для соблюдения домашней гигиены Можно воспользоваться трусиками для собак Есть специальные впитывающие трусики А есть обычные, в которые можно клеить прокладку Мои двуногие используют второй вариант Это очень удобно, гигиенично и уменьшает запах Про вязку я рассказывать не буду Так как считаю, что это очень серьезный вопрос, который двуногие должны обсуждать с заводчиком и ветеринаром А бесконтрольные вязки, я считаю, совершенно противопоказаны Это стресс для всех Ну что ж, вот такое получилось достаточно сложное и длинное видео Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Вступайте в мои группы ВКонтакте Смотрите мои видео И будет вам счастье Пока-пока, девочки Ой, упс, прокладки упали Ай, все, шею свело Все, ничего не могу Фи, не хочешь сниматься, так и скажи Снимем в другой раз Ну ладно, сниматься давай Ай, шею сводит Все, сейчас точно не могу Не могу пошевелить головой Блин, женщины такие сложные Ну ладно, просто жарко сегодня Субтитры сделал DimaTorzok